5, 4, 3, 2, 1, старт! Небольшой отрезок реки Лесной Тамбов в минувшие выходные стал местом состязаний тех, для кого туризм – это еще и спорт. Официально эта дисциплина называется так – дистанция водная байдарка. Этим спортивным мероприятием – это чемпионат Эперенц Тамбовской области по спортивному туризму. Мы открываем вообще спортивно-туристический сезон. Хотелось бы отметить, что у нас очень активно работает федерация последние годы. Можно сказать, даже по этим соревнованиям, которые проходят у нас каждый год в апреле, в конце апреля, в прошлом году 67 команд, в этом уже 85. То есть видите, какой интерес растет. Среди участников – чемпионы и призеры всемирных и общероссийских соревнований, в том числе три члена сборной России по спортивному туризму. Состав участников очень сильный. Значит, у нас наша команда областная стала в 2020 году чемпионом России. Вторая команда у нас стала бронзовым призером чемпионата мира. Студенческая команда стала чемпионом России среди студенческих коллективов. Поэтому борьба очень сложная, очень серьезная. На дистанции не может быть два экипажа одновременно. Поэтому все внимание судей приковано к одной команде. Хоть зачет и идет время прохождения маршрута, главное здесь – это техника. Преодолев 15 ворот, экипаж возвращается вместе с байдаркой по берегу к месту старта. Как прошли? Относительно хорошо. В чем сложность была? Ну, ни в чем просто. Мало тренировок было. Вы не первый раз? Первый. Как ощущения? Понравилось. Стой. Ти-жики, ти-жики, ти-жики. Перед, вперед, вперед, вперед. По направлению к десятом сразу. Аккуратненько, девочки, давай, чтобы нулевочка была. Аккуратненько. Здесь у десятых ворот, как, впрочем, у каждого из 15 таких этапов, участников на берегу ждет судья. Ворота шириной не более полутора метров, а потому пройти их, не коснувшись веслом или байдаркой, довольно сложно. У нас есть шпаргалка. Прохождение ворот, когда они не коснулись, прошли все чисто, мы ставим ноль. Это прохождение без штрафа. Если один из участников коснулся вешки, это ворота, соответственно, 5 секунд. И, исходя из того, сколько они ошибок сделали, у нас увеличивается 5, 20, 50 секунд. До 250, вон, я вижу, да, штраф? Кензурная брань. Самое главное нарушение. Да. Это самый большой штраф. Цифра над воротами показывает, с какой стороны нужно заплыть в эти ворота. Иногда это нужно сделать носом, иногда кормой. Еще одна сложность такого вида спорта – это течение. Если не попробовал трассу заранее, для тебя это течение может быть непредсказуемым и создать некоторые проблемы. За два дня соревнований на воду выходили экипажи женского, мужского и смешанного составов. Также в рамках Кубка Федерации по спортивному туризму проходили семейные старты. Один из семейных экипажей составили сразу три поколения – бабушка, дочка и внук. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей.